Система допуска на рынок пассажирских перевозок требует доработки, отметили участники совещания. Вопрос безопасности тех же самых грузоперевозок сегодня один из самых важных. Ситуация, признаются специалисты, достаточно сложная. Вспомнить хотя бы недавние аварии сразу в нескольких регионах страны с участием пассажирских автобусов. Эти ДЦП вошли в число самых страшных в России в 2015 году. Все чаще виновниками таких трагедий становятся водители рейсовых автобусов. Необходимо менять, уверены в Ространснадзоре, и правила допуска частников на рынок пассажирских перевозок. Парадоксально, с одной стороны, профессиональный перевозчик будет значительно освобожден от плановых всевозможных мероприятий контрольно-надзорных. А акцент и упор будет дан на те узкие проблемные места, где у нас есть большая вероятность нарушений, большая вероятность предоставления услуг низкого качества. Самое главное, появился законодательный механизм воздействия на эти точки. Реперные точки, как сейчас можно говорить. В вопросах обеспечения безопасного функционирования автодорожного комплекса важно и взаимодействие с региональными властями, отметили руководители подразделения Ространснадзора. Эффективную организацию транспортного обслуживания населения необходимо налаживать общими усилиями, отмечает и глава Сочи. В городе, подчеркивает Пахомов, необходимо усилить контроль за передвижением большегрузных машин, чтобы они не наносили урон новым дорогам. Актуальный на курорте вопрос, касающийся того же джипинга, для кого-то прибыльного, но не всегда законного бизнеса. Самое главное здесь – это безопасность пассажиров. Мы высказали свои предложения и надеемся на то, что взаимодействие будет усилено, и нам удастся решить и те задачи, которые, на наш взгляд, еще пока не решены. В первую очередь, это то, что экскурсионный транспорт не всегда имеет лицензии, не всегда выполняет правила дорожного движения. Ну и, конечно, мы очень надеемся, что по нашим дорогам и по нашим мостам будет ездить только тот транспорт, который соответствует весовому контролю. Многие изменения в нормативные акты, ужесточающие ответственность за нарушение норм безопасности, уже приняты, отметил куратор работы Госавтодорнадзора Асланбек Ахохов. Ужесточится и контроль режима труда и отдыха водителей, несоблюдение которого также является причиной аварийности. Проведут участники совещания в Сочи и рейдовые мероприятия. Сегодня специалисты побывали на федеральной трассе Джубга-Сочи. Галина Моисеева, Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.